Доброе утро, наши дорогие друзья! Мы начинаем наш выпуск детских вестей. И с вами я, Маша Кудрявцева. У нас сегодня очень полезный и очень интересный выпуск. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Нам едет Дед Мороз из Великого Устюга. Его поезд прибудет 16 декабря в 10 часов утра. И до самого вечера он будет играть с детишками, раздавать подарки, проводить квесты. Недавно к нему приехал его брат. Наш сибирский Дед Мороз. Как пришла встреча двух братьев в сюжете Полины Винокуровой. Ну, здравствуй, брат! Здравствуй, дорогой! Здравствуй, дорогой! Как добрался? Ой, долго-долго, но добрался до тебя. Все же здорово здесь, в Великом Устюге, видеть меня из симбирского Деда Мороза. Это просто здорово! Очень тепло и совсем не морозно прошла встреча братьев Мороза в Великом Устюге. Наш симбирский дедушка приехал поздравлять старшего брата с днем рождения, а заодно и волшебный терем посмотреть. Вот тут такая у меня потайная дверь. Проходи, давай. В лаборатории старший Дед Мороз делает снежинки, готовит подарки и колдует над исполнением наших желаний. Очень много времени у него уходит на разбор писем детей со всего мира. Младшему брату он провел экскурсию по своим владениям, показал свой зоопарк, передал важные напутствия. Пусть видеокамеры, ловушки не стоят, и все, пойдет. Ну так волшебно. Про это и говорю. Конечно, конечно. И какой же праздник без подарков? Старший Дедушка Мороз подарил младшему сказочную книгу и елочную игрушку. А вот симбирский дед выручил имененнику волшебную шкатулку. И знаете, что в ней было? Мы отправились к нему сразу же, как только он вернулся к себе домой, в парк саркалетий в ЛКСМ. Там особый подарок, таинственный, волшебный. Нельзя? Вы не можете мне сказать? Ну, там, во-первых, там куча добрых пожеланий наших ребятишек. Всякие, в общем, волшебства. Наш Дедушка Мороз уже тоже вовсю готовится к празднику. Причем не к одному, а сразу к двум. А ближайшие уже сегодня. 4 декабря у меня день рождения. И я приглашаю всех-всех-всех ребятишек со своими мамами, папами, бабушками и дедушками с этого числа приходить к нам. Ну и, конечно же, в этот день мы ждем всевозможные подарки. По традиции, именно сегодня, в день рождения нашего Деда Мороза, сожгутся огоньки на первой елочке Ульяновска. И можно будет уже ждать самого главного зимнего праздника – Нового года. Новый год уже совсем скоро. Дед Мороз почти собрал свой мешок подарков для нас. Кстати, вы написали дедушке письмо? Новый год! Мне кажется, что все его будут ладьми. Это когда Дед Мороз приходит. Это дедушка, который нам привозит подарки. Да, я видел. Я видел. И я видел. Я никогда не видел настоящего Дед Мороза. Ну, я не знаю, где уже. Я тоже. У него косок, конечно, есть, знаете, да. У него длинная плода белая. Он покупает гномы или снегурочка, дочка. Ну, алина, наверное, густрая. Он приходит зимой. Он колдует подарки. Отдает своих помощникам, гномам. Он их покупает уже сто лет. А потом дарит. Которые плохо себя ведут. И у меня носит подарки. А кто себя хорошо ведет, носит. Там ребятки пишут письмо, дают родителям. И родители отправляют его Деду Морозу. Это как список. Я по-ти написал. Я написал робот. Слайм. Квадрокоптер. Потом еще на луфе. И колецко для мамы. И когда много-много снега выпадет, он подарит нам. Вот так бывает. Он на саней прилетает, тихонько заходит в дом, тратит. А там и уходит тихонько. Ты заходишь, если подарки уже, Дед Морозу приходит, если снег на полу валяется. Тоже можно поедать, чтобы не ходил. Тем более он живет в северный. А я ночью за дверью спрячусь. Все, пока я живу и заморозусь. И будем там лазить. Завтра начинается всероссийская акция по сбору макулатуры Бумбату. Подробности вы можете узнать в интернете. А мы пока разберемся, кому нужна макулатура и зачем. Мы на складе, где начинается вторая жизнь старой бумаги и картона. Сюда отправляется вся макулатура, которую сдают ульяновцы. Огромные горы из писанных цитратей, изрисованных альбомов, ненужных книг, старых газет и журналов. В денег сюда прибывают около 10 тонн. Бумага приходит в основном вся подряд, так скажем. Затем мы ее перебираем на сорта, то есть журнал отдельно, газету отдельно, формата А4 отдельно, бумагу. Убираем оттуда скобы, убираем оттуда файлики и всю ту продукцию, которая не идет в переработку. Они идут в нее влагопрочные моющиеся обои, водостойкая бумага, зламинированные листы, твердые обложки и переплеты книг. Их можно даже не сдавать. Все это при сортировке отправляется в мусор. Были ли какие-то у вас неожиданные находки при... При сортировке? Да, при сортировке, конечно, наши сотрудники находят колоссальные находки, старые фотографии семейные. Бывает, что находим деньги. То есть заначки людей, спрятанные со времен старой школы, мы периодически находим, можно так сказать. После сортировки бумагу прессуют. Из гор бумажного мусора макулатура становится аккуратными тюками, которые отправляются на завод для дальнейшей переработки. Говорят, у кошки 9 жизней. Так вот, у бумаги их еще больше. Переработанная макулатура идет не только на бумажные полотенца и туалетную бумагу, но и на экологическую вату, утеплитель и строительные материалы. И делать это она может много-много раз. Что можно сделать из картона? О, картон это довольно интересный материал, который, можно сказать, в простонародье бессмертный. Он также перерождается, как птица феникса, обратно в картон. То есть многочисленный раз можно перерабатывать картон и превращать его заново в коробки, в материал упаковочный. То есть переработка, переработка, еще раз переработка и никогда не останавливаться на нем. Переработка макулатуры – дело со всех сторон полезное. Сдавая старую бумагу, мы, как минимум, сохраняем жизнь деревьям, которые могли бы пойти под топор ради туалетной бумаги и гипсокартона. А как со стороны экономической? То есть это выгодно или нет? Хороший вопрос, кстати. С экономической стороны это довольно выгодное, скажем, занятие. Собрать и сдать макулатуру принесет не только спокойствие за экологию, но и определенную сумму денег для своего сборщика. Одним словом, для того, чтобы собирать макулатуру, не надо ждать специальных акций и бомбатов. Можно просто приучить себя не выкидывать использованную бумагу в мусорное ведро, а складывать отдельно и сдавать на переработку. И каждый месяц спасать еще по одному деревцу. Давно мы не отвечали на ваши вопросы, а мы их, ой, как любим. Они всегда такие интересные. Ну-ка, о чем разговор пойдет сегодня? Затем дитя в свадьбу? Приветствую вас, дорогие друзья. Вопрос дневного сна – один из самых частых вопросов в педиатрической практике. Насколько это полезно? Действительно ли ребенку нужно спать в дневное время? И что происходит, если ребенок днем не спит? Есть исследования, которые достаточно уверены, указывают на то, что дневной сон улучшает память, улучшает обучаемость детей, информация, которую получают дети в течение дня, лучше усваивается у детей, которые днем отдыхают. Дневной сон нередко благополучно сказывается на физической активности, на эмоциональной стабильности, снижает раздражительность. Но тем не менее, когда на педиатрическом приеме родители жалуются на то, что ребенок категорически отказывается спать днем, если речь идет о детях в возрасте старше 4 лет, стоит всегда спросить, насколько отсутствие дневного сна влияет на качество жизни ребенка. И если в ответ доктор слышит информацию о том, что ребенок довольно счастливый, отлично живет и без дневного сна, прекрасно засыпает вечером, то скорее эту ситуацию стоит интерпретировать как то, что вот данному конкретному ребенку дневной сон не нужен. И заставлять детей спать в случае такого категорического отказа при условии отсутствия снижения качества жизни, скорее наоборот, будет ошибкой. И ответ доктора будет, Не приставайте к здоровому ребенку, не приставайте к ребенку с дневным сном, пусть радуется и наслаждается жизнью. На сегодня это все. По-моему, получилось отличное утро, отличного дня. Пусть и дальше ваши выходные проходят отлично. С вами была Маша Кудрявцева, до встречи через две недели. Сначала зимы теплое, а это все потому, что вся холода начинает за последние дни рождения Деда Мороза. Так что, дедушка, ждем от тебя сугробов, снега и холодов. С Днем Рождения тебя!